Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Обсерватории КФУ включены в предварительный список ЮНЕСКО. Что делать с елками после новогодних праздников? Какая погода ждет татарстанцев на этой неделе? Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включены в предварительный список ЮНЕСКО. Письмо с подтверждением данного факта поступило в ректорат от имени директора Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильда Рослера. К номинации готовились несколько лет. После подготовки необходимой документации заявка на включение обсерватории в список наследия России была составлена в конце 2019 года. Тогда же данную инициативу презентовали президенту Татарстана Рустаму Мениханову. Теперь заявка одобрана на уровне ЮНЕСКО. Но для включения в заветный перечень предстоит пройти еще несколько непростых этапов. Интерес для ЮНЕСКО представляет Казанская городская астрономическая обсерватория, находящаяся вдоре главного здания КАФУ и построенная в 1810 году австрийским астрономом Йозефом Юганом Литровым. Еще десятилетия назад ученые Казанского университета, в первую очередь астрономы, вышли с инициативой включения объектов астрономического наследия в номинацию ЮНЕСКО, астрономии и всемирные наследия. Эти обсерватории сохранили полностью и свой инструментарий, а самое главное здесь продолжаются и научные исследования, и образовательный процесс. Наши студенты физического института получают квалификации в области астрономии, астрофизических исследований. Также особым интересом для ЮНЕСКО пользуется астрономическая обсерватория Энгельгарта. Ее построили за городом, когда казанские астрономы поняли, что в городе становится трудно наблюдать за звездным небом. Чем же наша обсерватория в этом плане для ЮНЕСКО важна? Тем, что она выполняла в свое время научные проекты, совместные с зарубежными партнерами, которые были посвящены исследованию звездных положений, которые были направлены на то, чтобы определять соответствующие астрономические, постоянные. Это были такие крупные международные проекты. Это исторический такой вот факт, что эти были программы выполнены. На данный момент в университете продолжаются работы по включению обсерватории в список ЮНЕСКО. Мы берем в пример Казанскую обсерваторию, чтобы тоже получить номинацию от ЮНЕСКО. Причина, по которой ЮНЕСКО объединяет все эти места, в первую очередь, это вклад в общую историю астрономии. Они следят за тем, насколько хорошо сохранены объекты, как сильно вовлечено правительство в их охрану. И мы считаем, что у Казанской обсерватории большие шансы удовлетворить все эти требования. Во-первых, очень старая обсерватория. Даже две, если иметь в виду Энгельгардскую, этого старого купца, который перестал быть купцом и стал ученым. Это очень интересная, кстати, история вообще. И, кроме того, надо организовать, так сказать, подмогу со всех других стран. Все астрономы должны объединиться для того, что... Так что вам надо иметь, так сказать, связи. Сейчас, когда ценность научных знаний в общественном сознании резко пала, самое время подчеркнуть универсальную ценность для всего мирового развития научных знаний. И здесь мы имеем материальное свидетельство о том, как эта мысль создавалась, развивалась, и сейчас стала, по сути, достоянием всего человечества. Я уже говорила, что гораздо проще попасть в список, если сделать общую заявку с другими обсерваториями. Поэтому я предложила обсерваторию Гамбурга в Германии и обсерваторию Ла Плата в Аргентине. Потому что у них есть много общих интересов в исследованиях. Переход от старой меридианной астрономии 19 века и каталогизирование звезд к современной астрофизике, которая основана на спектроскопии, фотометрии, астрофотографии и так далее. Это стандарт сегодняшнего времени. Всего лишь одна обсерватория в полном объеме включена. Совсем недавно это произошло, в этом году только. А на самом деле те места силы, места культуры, места науки, которыми являются астрономические обсерватории, астрономические центры, они должны быть, конечно, внесены в список наследия, потому что это действительно те важнейшие элементы нашей цивилизации, нашей культуры, которые мы имеем. Наша обсерватория и загородные наши как раз удовлетворяют этому. Это и культурное заведение, очень хорошие архитектуры. Дальше образовательный центр большой и научный центр большой. И вот это объединение позволяет нашей обсерватории иметь высокие шансы подключиться в систему под охрану ЮНЕСКО. Наша республика обладает огромным потенциалом в изучении и популяризации объектов природного, исторического и культурного наследия Российской Федерации, расположенных на нашей территории. Об этом и свидетельствуют результаты системной и последовательной работы научного сообщества Татарстана. Почему необходимо утилизировать новогодние елки? Узнаете в нашем следующем сюжете. Ежегодно в зимний период начинается массовая торговля хвойными деревьями. Это ели с сосной пихты, которые являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Но после нескольких недель использования зеленые красавицы чаще всего оказываются на свалке, что наносит значительный вред окружающей среде. Елка, которая, живая еля, естественно, если мы говорим, да, не искусственная, которая выброшена на помойку, она будет гнить. Все это будет происходить тоже, опять же, стихийно и неконтролируемо. Род в виде каких-то газов попадает в атмосферу, ну, соответственно, наносит вред. Альтернативой свежим хвойным деревьям все чаще выступает искусственная еля, которая имеет ряд преимуществ перед натуральными. В отличие от живой ели, искусственная может служить очень долго. 15-20 лет. И если использовать искусственную ель в течение всего срока жизни, скажем так, да, в кавычках жизни, то, может быть, это даже будет более экологично. Понимать, что на живую ель нужно каждый год покупать, а на это тоже идут определенные ресурсы. Это так называемый углеродный след. Углеродный след – это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией или продуктом. Так, производство одной искусственной елки приводит к выбросу 51 килограмма углекислого газа в атмосферу. На производстве работает техника, которая там обрабатывает, условно говоря, да, эти насаждения еловые молодые. Также используются удобрения, также используются корючие для работы этой техники. Транспортировка немалое значение имеет. Это все тоже имеет свой определенный углеродный след. Стоит помнить, выброшенная на свалку искусственная ель разлагается в почве около 200 лет. Поэтому к утилизации деревьев нужно подходить со всей ответственностью. Благодаря правильной переработке новогодние елки могут получить вторую жизнь. Такие пункты приема ежегодно появляются, в том числе и в нашем городе. Ну и, конечно, если мы беспокоимся об состоянии окружающей среды, то и даже натуральные ели нужно грамотно впоследствии утилизировать. Они идут потом там на корм, на щепу, ну, в общем-то, вторично перерабатываются. Используются тоже для дела. Диана Латышева, Универньюс. Начало нового года уже подарила жителям Татарстана обильный снегопад, который превысил допустимую норму для января. Какая погода ждет нас на этой неделе, расскажет наш эксперт Юрий Перведенцев. Погода в ближайших трех дней будет определяться ультраполярным вторжением, поэтому у нас очень низкие температуры, значительно ниже климатической нормы. Сейчас среднесуточная климатическая температура должна быть порядка минус 12, самый холодный день в среду, 13 января, минус 13 градусов. Вот эти три дня у нас температурный фон значительно ниже, аномально холодная погода, но она достаточно и сухая в том числе, потому что раз ультраполярное вторжение, обычно осадки бывают слабыми, температура будет понижаться до среды, это самая низкая температура. Согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, дневные часы порядка минус 22 и даже может быть ниже, ночные температуры тоже порядка минус 28 градусов. Самый холодный день – это среда. Хотя он будет солнечно, вот как вот сегодня, солнечный день – это хорошая погода, вообще-то говоря, настоящая зимняя, настоящая зима. А затем мы окажемся под влиянием циклона запада, и поэтому температурный фон у нас значительно повысится, градус на 10, давление понизится, соответственно, и ожидается выпадение довольно-таки таких интенсивных осадков. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова